Халим! Роберт! Вот и познакомились. Первым зрителям показали 15-минутную версию многосерийного фильма «И это всё Роберт». Но и она даёт представление о масштабности проекта. Взрывы, пожары, погоня. Спокойная жизнь главного героя превращается в настоящий экшен, как только он связывается с криминалом. Но преступник ли этот человек? Ведь ему, простому учителю физики, сейчас очень нужны деньги, чтобы спасти свою дочь. Мы диагностировали эту опухоль на ранней стадии. Надо срочно делать операцию. Сколько мне осталось? Просыпается гордость за республику. Это полноценная, грамотная работа большой команды. Хочется увидеть реально на большом экране. Я хочу, чтобы вы стали первопроходцами, чтобы вы делали больше качественных сериалов. И это, опять же, нашу башкирскую кинематографию выведет прям очень хорошо. Потому что мы уже лидеры. Мы уже на пятом месте выйдем на первое. Такого масштаба съемок еще не было. Интересные спецэффекты, взрывы. Давно хотелось такое делать у себя в кино, но, понятное дело, не такие большие бюджеты. И нет такой возможности, что-либо, взрывать, мять машины, иметь дубли автомобилей. Конечно, мечтаем. Над многосерийным фильмом работала большая команда городского телеканала ЮТВ и продакшн-студии Рияза Исхакова. Специалисты и актеры приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и городов республики. Режиссером фильма стал Андрей Ленич, уже известный зрителям по сериалам «Собор» и «Розыск». Оператор-постановщик уфимец Рияз Исхаков. Он снял такие фильмы, как «Ловец ветра», «13 раунд». От фильма впечатлений я сказать не могу. Знаете почему? Потому что, когда находишься долго в материале, начиная от замысла до реализации, до последней стадии, глаз намыливается. Меня всегда цепляют человеческие истории, прежде всего. Все эти трюки, погони и так далее, это все дополнение к чему-то. После показа зрители смогли пообщаться со съемочной командой. Актеры признались, что еще не видели полную версию фильма. Хочется, естественно, посмотреть полную версию, и тогда уже, наверное, все. Ну, сегодняшние отрывки, моменты мне понравились. Очень тяжело смотреть сюжет, потому что начинаешь сразу вспоминать, как проходили съемки, вспоминать, как была озвучка. Весь этот процесс, какая-то ностальгия, какие-то теплые чувства, они постоянно так и лезут наружу и не может резво оценивать кадры. Впечатление складывается, что вроде как развлекательный сериал, но те усилия и сколько души вложено вообще в создание. Потому что, ну, неформальный подход на самом деле. Больше всего мне понравился главный герой, принципиальный человек. Жизнь его заставляет делать тяжелый выбор, но он не ведется на окружающий мир. Надо брать свою жизнь, свои руки и решать свои вопросы. Это фильм об этом. В принципе, в этом фильме я хотел побудить тому, чтобы человек понимал, что никто за него, значит, его жизнь не поменяет, не изменит. Он может делать это только сам. Многосерийный фильм «И это все. Роберт» состоит из четырех серий. Увидеть их сможете и вы. В середине марта пройдут спецпоказы. За анонсами следите на нашем телеканале и в социальных сетях. Алина Таюпова, Эльдар Каюмов, Никита Бычков. Городской телеканал ЮТВ.